Покупатели предъявляют спрос на продукты, производители которые, соотносясь с возможностями своими технологическими, соотносясь со своими издержками, предлагают некое количество товара на рынке. Каким же образом устанавливается цена на данный товар? Мы с вами рассмотрим табличную модель, соединенные таблицы, по которой мы рассматриваем зависимость цены УС и ТВ от цены. Итак, смотрите, они соединили эти таблицы и мы видим, что изменение цены, в данном случае возрастания, приводит к тенденции. То, что спрос у нас уменьшается с возрастанием цены, а КОЭС, наоборот, увеличивается. То есть такие разнонаправленные действия возрастания цены приводят к тому, что потребители предъявляют меньше спроса, зато производители больше производят данного товара. Значит, если у нас ситуация такова, что при какой-то цене спрос превышает предложение, то есть количество товаров, которые хотят купить, превышает количество товаров, которые хотят по этой цене продать, то такая ситуация на рынке, как называется? Дефицит. 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 То есть когда или нехватка товара. Дефицит. Значит, мы можем записать, что если КОЭС больше, чем КОЭС, это ситуация дефицит. Или нехватки товара. Когда у нас дефицит товара, то есть на него очень большой спроса, и если у него нет, то производители могут повышать цену. Это вполне закономерно. Производители повышают цену. Часть потребителей уже не может приобрести данный товар или не хочет. И КОЭС снижается, зато появляется большее количество фирм, которые в силу своей поддержки технологической способности могут продать по данной цене. И наступает такой момент, когда у нас цена, когда количество товара, у которого предъявлено спроса, количество товара, который готовы продать производители, сравнивается. Вот это давайте сразу отметим, что такая ситуация называется равновесной ценой. Которая на самом деле устанавливается не сразу, то есть это мы записываем сразу, в результате некоторых колебаний цен. Равновесная цена в этой ситуации, на самом деле главное выделение у вас, когда QD равно QS. то есть значение функции спроса, а поскольку у нас есть кривая, то есть кривая-кривая, это ссылка с функцией, равно значению функции предложения. есть кривая, Когда Qs будет превышать Qd, то есть количество, которое хотят продать будет больше, чем количество, которое хотят купить, то произойдет на рынке затоваривание. То есть эта продукция осядет на склад, потому что ее не покупают. Запишем, что если Qs больше, чем Qd, то происходит затоваривание или излишки товара. Которые оседают на складе. Если на складе у продавцов накапливается товар, что им необходимо сделать? Снизить цены. И они начинают снижать цены. Таким образом, в результате нескольких колебаний на устоявшихся рынках цена приходит к равновесным ценам, по которым продается данная продукция. надо сказать, что равновесные цены устанавливаются в достаточно старых, развитых отраслях, на развитых рынках. И, к сожалению, в новых отраслях, где начинает производиться какой-то новый товар, о котором мало что известно. И на неразвитых рынках, таких, например, как в нашей стране на сегодняшний день, еще институционально не до конца развитых рынков, имеется множественность цен. То есть практически из-за непрерывных колебаний рынка, из-за непрерывных изменений в неценовых факторах спроса и предложениях, в изменении функционирования бизнеса, в среде функционирования бизнеса, у нас редко устанавливаются равновесные цены. И наблюдается множество разных цены. Поэтому примеры для классической экономической теории привести пример из нашей окружающей жизни иногда бывает сложно. Итак, графически равновесная цена – это точка пересечения кривой спроса и кривой предложения. Вот в этой точке функции сравнивается. Это будет как раз и точка пересечения. Точка пересечения. Она обычно обозначается лучевым буквой Е, точкой равновесия. Для рынка равновесия – это когда УД равно УС. цена. И так устанавливается цена. Мне бы хотелось, чтобы вы понимали, что равновесная цена не является самой лучшей, красивой или справедливой. Это просто вот такое соотношение, когда УД равно ПЛЕС. И необходимо понимать, что есть фирмы, которую по этой цене продавать не могут. То есть останется фирмы, которые не могут продавать по этой цене. Есть фирмы, которые рекомер Historyld можно продавать товар по более низкой цене. Таковы их издержки, что они могут продавать продукцию по более низкой цене. И, продавая по установившейся на рынке цене, они получают некий излишек, по сравнению, например, с теми фирменами, которые имеют более высокие издержки. Также есть покупатели, которые по этой цене не могут приобрести товар. Есть покупатели, которые готовы были приобрести этот товар по более высокой цене. И, приобретая по этой цене, они также получают излишки. Теперь посмотрите, пожалуйста, что может вывести из этого состояния равновесия, что может вывести рынок из состояния равновесия. Но даже здесь на рисунке видно, что рынок будет изменяться, если будет изменяться, ну вот смотрите, изменяется спрос, изменяется предложение. А спрос и предложение изменяется под воздействием неценовых факторов. То есть в результате изменения каких-либо неценовых факторов может произойти смещение графических кривых спросов, кривых предложений или и того, и другого. И тогда произойдет и изменение равновесной цены и равновесного объема. То есть по какой-то цене определенный объем покупается за определенный промежуток времени. Давайте посмотрим, что может произойти. Во-первых, давайте посмотрим направление изменения. Вот у нас кривая спроса. Если, посмотрите, значит, Q увеличивается вот в эту сторону, да? Значит, если она сдвигается вправо вверх, это обозначает уменьшение или увеличение спроса? Если нарастание в пункте в этом направлении, то вот это движение характеризует увеличение спроса. Вы можете отметить себе стрелочками на ваших кривых спросах. Итак, вправо вверх это будет увеличение спроса, влево вниз это будет снижение спроса, движение кривых. Здесь достаточно все коротко, да? То есть вы рассматриваете при одной и той же цене увеличился объем или уменьшился. В принципе, да, обозначили. В принципе, так же просто из предложения. Итак, изменение предложения. Вот в данном случае, посмотрите, при одной и той же цене, вот оно в предложении, вот при цене P, вот был такой объем. После изменения предложения, стал вот такой. В данном случае, двигаясь вверх-влево, предложение увеличилось или уменьшилось? Вот такой объем, а стал вот такой. Уменьшилось. Уменьшилось. Значит, движение кривой предложения вверх-влево обозначает уменьшение, снижение или сужение предложения. И если она двигается вправо-вниз, это увеличение предложения. Вот так проявит кривая, которая обозначает увеличение предложения. Почему я так подробно это говорю, хотя это вроде бы очевидно. К сожалению, студенты часто крутые считают, чисто визуально, просто по невнимательности, но я обращаю поэтому ваше внимание, что если кривая движется вниз, то это снижение предложения. Именно с предложением это происходит. И в результате вы получаете другие результаты изменения цены и объема. Считая, что это снижение предложения, у вас, так сказать, получаются несколько другие результаты. Поэтому я обращаю ваше внимание, что двигая в процессе того, как вы будете решать домашнее задание, двигая кривое, обращайте, пожалуйста, внимание, увеличение из спроса и предложения идет в сторону увеличения Q. Потому что, собственно говоря, это QS и QD. То есть это количество товаров, которые будут предъявлять спрос. КОНЕЦ